В 14 километрах к юго-западу от Тулы есть старинная усадьба 17 века, которая до сих пор хранит уклад деревенской жизни. Здесь по-прежнему цветут яблоневые сады, на лесных полянах все так же пчелы собирают цветов в сладкий нектар, на обширных сочных лугах, как и полтора века назад, пасутся кони. Вечерний туман опускается на тропинки и просеки, он делает жизнь усадьбы таинственной, а обильная утренняя роса напоминает всем ее обитателям о пробуждении к новому дню. Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о Ясной Поляне. В месте довольно необычном и противоречивом, которое так любят иностранцы. Друзья, в то время, пока я буду зачитывать краткую официальную историческую справку, предлагаю вам посмотреть уникальные кадры кинохроники, снятые в Ясной Поляне в конце 19 века, запечатлевшие Льва Николаевича Толстого и его семью. Помимо всего прочего, прошу вас обращать внимание на детали, количество деревьев, их толщину, окна домов, внешний вид людей, зданий, вагонов железной дороги и прочие детали. Итак, кратко официальная историческая справка. Ясная Поляна – усадьба в Щекинском районе Тульской области, основанная в 17 веке и принадлежавшая сначала роду Карцевых, потом роду Волконских и Толстых. Первое упоминание о Ясной Поляне встречается в документах 1652 года. Тогда это было небольшое поселение. Роду Толстого поселение стало принадлежать в 1763 году, когда ее выкупил прадед Льва Николаевича, князь Сергей Федорович Волконский. Позже ее унаследовал сын Николай Сергеевич Волконский, дед писателя, который придал этому месту вид крупной усадьбы. 412 гектар – общая площадь усадьбы, из которых 250 гектар занимают леса и 40 гектар – яблоневые сады. Семья Толстых жила здесь с пятью детьми, в том числе и с самым младшим – Львом, который родился 9 сентября 1828 года. Он ран лишился своих родителей, и раздел всех имений произошел в 1847 году. Ясная Поляна перешла к Льву Николаевичу, которому на тот момент было 19 лет. Но проживать там он начал только в 1856 году. Писатель женился в 1862 году на Софье Андреевне Берс, и от женской руки и усадьба стала преображаться. Супруга создавала домашний уют и красивые цветники вокруг дома, а Лев Николаевич занимался садами и лесами вокруг. Здесь Лев Николаевич Толстой родился, здесь он жил и творил. В Ясной Поляне были написаны «Война и мир», «Анна Каренина» и другие его произведения. Здесь же находится его могила. Ясная Поляна – типичная усадьба помещиков среднего класса. И именно этот средний класс дал нам Толстого, Тургеньева, Чайковского. Тех людей, которые создавали великую русскую культуру. Переехав в усадьбу, Лев Николаевич Толстой расширил один из флигелей. В этом доме писатель прожил более 50 лет и создал в нем большую часть своих произведений. Сейчас этот дом является музеем Льва Николаевича Толстого. Во время Великой Отечественной войны экспонаты музея были эвакуированы в Томск. Эвакуацию организовала внучка писателя Софья Толстая Есенина, которая в 1941 году стала директором Объединенных Толстовских музеев. Ясная поляна была оккупирована в течение 47 дней с 29 октября по 14 декабря 1941 года. При отступлении немецко-фашистских войск дом Толстого был подожжен, но пожар удалось потушить, в усадьбе сразу начались ремонтно-восстановительные работы. Первая реставрация была завершена к мае 1942 года. В мае 1945 года экспонаты дома Толстого вернулись на свои прежние места из эвакуации. Восстановление музея-усадьбы продолжалось до середины 1950-х годов, когда были воссозданы некоторые хозяйственные постройки, вымерший перед войной яблоневый сад и проведена реставрация дома. В экспозицию музея входит дом писателя с подлинной обстановкой, личные вещи Толстого, его библиотека в 22 тысячи книг, дом Волконского, могилы Толстого, старинный липовый парк, пруды, леса, луга, пашни и сады, а также десятки мемориальных объектов и богатейшие фонды бесценных реликвий, связанных с жизнью писателя. Обстановка в доме музея Толстого сохранена такой же, какую ставил сам писатель, навсегда покидая Ясную поляну в 1910 году. При жизни писателя на территории усадьбы Ясная поляна на реке Воронка была мельница, которая использовалась для хозяйственных нужд. В настоящее время ее нет, остался только мостик, приспособленный для установки мельницы. На берегу лежит одна из частей мельницы – каменный круг. Прешпект – это березовая аллея, появившаяся в Ясной поляне около 1800 года. Начинается от башен въезда и идет к дому писателя. Прешпект неоднократно упоминался в произведениях Льва Николаевича. Толстой прожил в усадьбе Ясная поляна 54 года, начиная с 1856. В последние годы жизни Толстой неоднократно высказывал просьбу похоронить его в лесу Старый заказ, на краю оврага, на месте Зеленой палочки. Легенду о Зеленой палочке Толстой услышал еще в детстве от своего любимого брата Николая. Когда Николаю было 12 лет, он объявил семье о великой тайне. Стоит раскрыть ее, и никто больше не умрет, не станет войн и болезней, и люди будут муравейными братьями. Остается лишь найти Зеленую палочку, зарытую на краю оврага. На ней тайна и записана. Согласно завещанию Толстого, его похоронили в лесу, напротив оврага, на месте легендарной Зеленой палочки. Над могилой насыпан небольшой холмик, поросший зеленью. Нет креста. Писатель просил его похоронить как можно скромнее и без всяких обрядов. И теперь писатель покоится в единении с природой. Конец краткой официальной исторической справки. При прочтении официальной информации вы наверняка обратили внимание на следующие строки. Цитата. Этот средний класс дал нам Толстого, Тургенева, Чайковского, тех людей, которые создали великую русскую культуру. Не хочу никого принижать, но складывается впечатление, что до них русской культуры просто не было. Или тут ключевым является создали русскую культуру и само слово создали. Друзья, я не случайно, показывая кинохронику, просил обратить внимание на деревья. В некоторых местах их очень мало. Где-то видна сплошная стена из растительности. Но если приглядеться, то стволы деревьев хоть и длинные, но тонкие. Возраст таких деревьев 30-40 лет. Еще один важный момент. Большинство из нас не знают своих предков далее середины XIX века. А в родословии Толстых более-менее подробно расписаны все представители династии. Род матери Толстого, Марии Николаевны Волконской, восходил князю Ярославу Мудрому. Основателем отцовского рода был рыцарь-тамплиер по имени Анри де Монс. Давайте посмотрим на карту. Непосредственно перед въездными башнями проходил Марасский шлях. Эта дорога называлась Посольской, Крапивинской, Тульской. Посольская дорога, превратившаяся позже в Киевский тракт, проходила как раз через деревню вплоть до 40-х годов XIX века. В 1840-е годы тракт, получивший с того времени название Киевского шоссе, был перенесен к востоку от усадьбы. И шоссе проходило уже восточнее деревни. Здесь оно находится и поныне. Что касается экскурсий по усадьбе, то в целом видно, что экскурсоводы, рассказывая одно и то же по несколько раз в день, вызубрили все до автоматизма. И в их рассказе все ровно и четко. Но стоит задать немного сторонний вопрос, как выясняется, что ответ они или не знают совсем, или их знания обрывочные. Например, в доме музея Толстого, когда экскурсовод рассказывал, что большинство своих произведений писатель писал именно по вечерам, был задан логичный вопрос об освещении, на что тот, не смутившись, ответил, что дом освещался свечами. Тогда я попросил уточнить, а что делают на столах керосиновые лампы, во множестве расставленные по всем углам и столам, на что экскурсовод, немного замявшись, сказал, что эти лампы поставлены просто для декорации и поддержания духа старины. Когда мы пришли в знаменитую комнату под сводами, то на мой вопрос о назначении колец в потолке, экскурсовод сказал, что не знает их точного назначения, но возможно на них подвешивали мясо. Что интересно, на фотографиях разных лет кольца расположены в разных местах, а то и вовсе отсутствуют. Кстати, эта комната под сводами находится на современном первом этаже, в той части, где изначально был флигель. Об этом я расскажу далее. Следующий вопрос я задал во флигеле Кузьминских, сейчас там тоже экспозиция. Увидев на витрине Георгиевский крест четвертой степени, я спросил, кого в семье Толстого наградили такой высокой наградой, на что экскурсовод ответил, что не знает и вообще без понятия, как она тут оказалась. Друзья, тут хочу пояснить, что Георгиевский крест в императорской России являлся высшей наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость. Должен был носиться его обладателем всегда и при всех обстоятельствах. В какой-то мере это сопоставимо со звездой героя времен СССР. И вот о происхождении этой награды, находящейся в экспозиции, посвященной Толстому, экскурсовод ничего не знает. А ведь, согласно даже официальной истории, Толстой служил в Крыму и участвовал в Крымской войне и обороне Севастополя. Но, похоже, экскурсоводы об этом не знают. Еще один немаловажный момент. Многие ошибочно считают, что Толстой родился в этом доме, который сейчас является домом-музеем Толстого. Другие полагают, что писатель его построил с нуля, под свои нужды. Давайте посмотрим на схему усадьбы. Как оно было на самом деле, я, честное слово, не знаю. Но, по объяснениям экскурсоводов, Толстой, когда в конце 1850-х годов вернулся в Ясную Поляну, поселился в правом флигеле и впоследствии его достраивал и перестраивал по мере роста его семьи. А родился Толстой в большом трехэтажном деревянном доме, крытым железом, располагавшемся между флигелем Кузьминским и современным домом-музеем Толстого, который, повторюсь, изначально также был флигелем. Родовой дом Толстого был продан на своз соседскому помещику Горохову. Перейдем за 40 верст от Ясной Поляны в село Долгое и простоял там до 1913 года, а затем был разобран за ветхостью. Тут хочу пояснить, что под своз продавались именно деревянные дома, так как их можно было впоследствии построить в первоначальном виде. Имеется в виду именно деревянное строение, которое могло быть жилым домом, церковью, амбаром. Продавать под своз каменное здание не имело смысла, так как камень, кирпич, по сути, свой малоформатный строительный материал, и из него можно построить дом любой планировки. И помещику не было необходимости платить больше, если он хотел себе точно такой же дом, как у Толстого. То мог просто купить кирпич или камень и просто построить такой же, где угодно и когда угодно. Однако вот что Толстой пишет в декабре 1897 года в своем дневнике. Четвертого ездил в долгое, очень умиленное впечатление от развалившегося дома. Рой воспоминаний. Конец цитаты. То есть на новом месте дом был воссоздан в точности, а такое возможно только если дом деревянный. При этом возникает логический вопрос. Как так получилось, что большой яснополянский дом, спланированный еще князем Волконским, который задавал облик центральной части усадьбы, как так получилось, что этот дом деревянный, а флигели, стоявшие по бокам от него, каменные, ну или кирпичные. На этот вопрос мне не ответил ни один экскурсовод. Единственное, что они говорят по поводу родового дома Толстого, так это то, что он был именно деревянный. И показывают на камень, якобы из фундамента этого дома. Сказать однозначно, является ли дом-музей Толстого засыпанным, я не могу, так как он многократно перестраивался и доделывался. Но вот судя по флигелю Кузьминских, который, по словам экскурсоводов, по большей части остался в неизменном виде, судя по этому дому, можно с определенной долей уверенности назвать его засыпанным. Мы видим окна в земле, непропорциональные размеры здания, окна нижнего этажа, находящиеся под окнами жилых помещений, и даже с улицы сделан вход в нижний этаж. Естественно, можно сослаться, что в этом подвале жила прислуга, или хранились запасы. Но даже по официальной версии, при Толстом прислуга жила в доме Волконского. Там же располагались основная кухня, хранились припасы, и была швейная мастерская. К сожалению, экскурсии на нижние этажи ни в один из домов не водят. И как оно выглядит изнутри, неясно. Поэтому я не буду делать никаких выводов, а предоставлю вам, друзья мои, возможность самим обдумать и поискать информацию. И еще, так сказать, размышления на тему. Отдельно хочу коснуться легенды о зеленой палочке. С одной стороны, это очень похоже на обычную детскую игру. Но с другой стороны, как часто в своей игре, например, современные дети, думают о всеобщем счастье, мире и благополучии. Друзья, не кажется ли вам, что зеленая палочка – это на самом деле некий символ рая, который мы потеряли? Того самого рая, о котором говорят все религии и альтернативщики. Говорят разными словами, но суть одна. Вполне возможно, что Толстой также что-то знал, либо от своих родителей, либо лично был свидетелем. Также его конфликт с христианством в конце 19 века связан напрямую с темой зеленой палочки. При этом Толстого в 1902 году отлучают от церкви, а в высказываниях высокопоставленных иерархов церкви по отношению к Толстому используются слова типа «отъявленный безбожник», «предатель», «порождение хидны» и так далее. То есть, по сути, Толстого в свое время обвиняли в том же, в чем обвиняют современных альтернативщиков, в подрыве так называемых «духовных скреп и устоев государства». Однако так и хочется задать вопрос, а судьи-то кто? Кто были эти обвинители? Что мы знаем о них сейчас? Что оставили после себя все эти епископы и митрополиты, отлучившие Толстого в свое время церкви? Мы лишь знаем, что они были. И то, о существовании большинства из них мы узнали лишь по факту отлучения. А что Толстой оставил после себя? Как говорится, почувствуйте разницу. Друзья, тема отлучения Толстого в церкви очень обширна и выходит за рамки данного фильма. Предлагаю вам самим ознакомиться с ней и все самостоятельно обдумать. Ссылка на материал будет в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». В заключении хотелось бы поделиться с вами мыслями по поводу самой Ясной Поляны. Имя Льва Николаевича Толстого, как и название населенного пункта «Ясная Поляна», в наше время неразрывно связано между собой и стали мировым брендом, который приносит неплохую прибыль своим владельцам за счет туризма и продажи сопутствующих товаров. Я не имею ничего против сувениров или музея. Однако, сама идея Ясной Поляны – это не что иное, как способ показать, что в нашей истории все было так, как говорят официальные источники. Что жизнь текла размеренно, развитие шло медленно, что все было именно так, как официальная история нам и преподносит. Одна только родословие Волконских, берущая свое начало трюриков, чего стоит. То есть, таким образом нам официальные историки как бы говорят, что версия официальной истории – это правда. Вот, видите, Толстой, вот его дед Волконский. Все есть, все ходы записаны, значит, все так и было. И ведь на самом деле, никому в голову не придет что-то проверять. А если и придет, то все так гладко сложено и почищено, что не подкопаться. Сейчас я не ставлю целью подкопаться до чего-то или сделать сенсацию. Просто делюсь своими соображениями и надеюсь, что это подтолкнет вас самих к дополнительному изучению данного вопроса. Проанализировав все факты, мы видим следующую картину. Гладкая, ровная история, которую нам рассказывают экскурсоводы, сразу рушатся, если отступить от темы и задать простой вопрос об окружающих мелочах. Мы видим перенос дороги в 1840 году. Мы видим старинные постройки, которые имеют нижний этаж, предположительно засыпанный. Мы видим конфликт с церковными иерархами и отлучение от церкви. Также мы видим тонкие деревья на кадрах кинохроники. Вполне возможно и такая версия развития событий. Толстой получил ясную поляну не по наследству, а от государства, за его работу на систему и написание книг в угоду тогдашней политической ситуации. Например, та же «Война и мир», описывающая события 1812 года, свидетелем которых Толстой никогда не был. Кстати, сам автор называл четырехтомник «Война и мир» многословной дребеденью. И вот Толстой, зная реальное положение вещей или догадываясь о нем, хотел донести до людей настоящую правду. Именно поэтому в поздний период его творчества снова всплывает легенда о «Зеленой палочке» и происходит конфликт с духовенством, в результате которого его даже отлучают от церкви. Ну и последнее на сегодня. Если вы еще ни разу не были в Ясной Поляне, то прежде чем туда ехать, подумайте, нужно ли оно вам. Если вы относитесь к Толстому равнодушно или вообще негативно, то приезжать точно нет смысла. Человек с таким отношением, увидев усадьбу, скажет «Ну луга, ну дома, ну старинные вещи», что типа это все можно было бы посмотреть и по интернету. Такие фразы я сам слышал много раз после экскурсий. Именно из уважения к творчеству Льва Николаевича Толстого и всех, кому оно не безразлично, я призываю таких людей не приезжать. Я сам лично видел туристов, которые отвешивали шуточки в стиле камеди-клаб, которым просто все равно куда идти и на что смотреть, лишь бы там продавалось пиво. Так как их тур оплачен, автобус еще не скоро уедет. Видел туристов, которые возле могилы писателя обсуждали по мобильному телефону колбасу и марки сыра на ужин. Поэтому из уважения к памяти писателя прошу таких людей просто не приезжать, ибо ничего нового они для себя не извлекут. Но если вы являетесь поклонником творчества Льва Николаевича, если вы просто ищущий человек, которому не все равно, если вы хотите узнать что-то новое, или вы просто всесторонний развитый человек, то вам здесь будет непременно очень интересно. И более того, вы захотите приехать снова и снова. Для таких людей Ясная Поляна является поистине уникальным местом, где прошлое соединяется с настоящим, где интересующимся людям всегда рады и где можно найти много ответов на свои вопросы. Или просто окунуться в прошлое и почувствовать себя живым человеком. Друзья, в описании под фильмом будут ссылки на все используемые материалы. Прошу вас самих их изучить, так как я мог что-то пропустить или неправильно понять. Особое внимание прошу уделить ссылки на старые семейные фотографии Синии Толстых. Посмотрите ее обязательно. Там также много интересного. На этом я благодарю вас за внимание. За сим не прощаюсь, а говорю вам до свидания. Впереди еще много интересного. Всего вам доброго.